Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. У Лизы Полыгаловой теперь нет второй половины, поэтому она помогает Марине Африкантовой воплотить её задумку для конкурса свадьба на миллион. Саша Харитонова благодарит всех своих подписчиков, которые поддерживают её в этот нелёгкий период жизни. Также она обратилась к Сергею Кучерову. «Ты поражаешь меня с каждым днём, открываешься с новых сторон. Ты со мной в трудную минуту не бросаешь и помогаешь. Спасибо огромное!» А Ваня Барзиков снова вернулся на проект, он сейчас на поляне. Об этом рассказал Ваня Заря. Элина Камерен наконец-то поняла, что не стоит всю свою жизнь не выставлять на показ. «Я поняла, что личное должно оставаться личным», написала она. Алиана Устиненко поделилась цитатой «Не принимай никакой негатив. Пока ты его не примешь, он принадлежит тому, кто его принёс». Будда. «Теперь я равнодушна к любому негативу и сразу на душе легко». Татьяна Африкантова заявила в видеотрансляции, что у неё имеется доказательство того, что Ирина Агибалова сидела в тюрьме. Агибалова же предоставила справку, которую она брала в отделе МВД, об отсутствии судимости. Она пишет, что Африкантову придётся ответить за клевету. За Ирину Александровну многие в этом конфликте вступились. Её дочь Олега Жиенко, а также коллеги по Дому-2. Вика Романец похвасталась подарками на день рождения. Антон подарил ей кольцо. И один популярный новостной канал сообщил, что Антон позвал Вику замуж. Совсем недавно Гусик официально развёлся с матерью своего ребёнка, Жене Феофилактовой, и теперь, судя по всему, готовится снова отправиться в ЗАГС. Рассталась пара, которая долгое время существовала ещё после ухода с проекта. Это Катя Гужевинская и Вова Гаути. Катя написала, «На этом всё. Наши больные отношения протяжённостью в 11 месяцев сегодня закончились. Мы поставили точку. Я могу искренне сказать за них спасибо, Вова. Послезавтра я уезжаю в Ростов». На проект пришёл новый участник, который удивительным образом похож на Венцислава Вендржановского. Он похож и внешне, и своей манерой разговаривать. Зовут его Пётр. 17 января бывший участник проекта Егор Халявин начинает серию пластических операций. Он хочет стать похожим на куклу Кена. На этом снимке два признанных Кена США и Франции. Скоро Егор встанет в один ряд с ними. Ольга Бузова извинилась перед женой Дмитрия Нагиева Натальей. В личной интернет-беседе с ней Бузова подчеркнула, как сильно она страдает от того, что брак Димы оказался под угрозой по её вине. Ведущая Дома-2 даже готова была оплатить супружеской паре путешествие в Сингапур, чтобы хотя бы таким способом согладить свою вину. Наталья приняла извинения, но отказалась от такого щедрого подарка. В сети ходят слухи, что Диана Игнатюк нашла всё-таки свою любовь и выходит замуж. Нелли Ермолаева кардинально поменяла имидж. Она избавилась от щёлки, перекрасилась и нарастила длинные волосы. Многие отмечают, что ей хорошо стало красиво, совсем другой человек, но при этом Нелли потеряла свою изюминку и теперь стала, как все, очередная овца из стада. На этом всё, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.